Для проведения выборов кероника державы на Гомщине подрактовано 1070 участков. Ход выборов контролируется мать 7 тысяч внутренних и внешних назиральников. И такая личба. Сгодно с даденами Гомской областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь, 37,89% выборщиков уже зарабили свой выбор подчас детерминного голосования. За некольких хвилин до открытия участков все члены выборчей комиссии, разом с аккредитованными назиральниками, подыходить до орнов для голосования, их опечатывание – обовязковый процесс, причем селита у першиню на Гомщине выкорастовывается каля 660 празрыстых скриньев. Это больше зручно для контролю за ходом выборчей кампании. Студентка Гомского державного медицинского университета Катерина Дяркач удел у выборы кероника державы, прямая у першиню, спадяется, что ее голос лишним не окажется. За незалежную Украину. Я считаю, что это сейчас в нашем мире очень важно. Смотря на всю эту ситуацию в Украине, в России, я считаю, что Беларусь как была важной страной на политической карте мира, так и останется ей. Сирот Тых, кто 11-го Костричника, первым пришел на участок и 87-годовая Полина Кулинич, скажет, что удел о выборах прямая завсёды и зараз проголосовала за кандидата, яке, яке наличить, забеспечить мир и стабильность. На выборы прихожу всегда, свой голос отдаю за нашу республику, за жизнь мирную в нашей Беларуси. Як вядомо, детерминовое голосование по выборах президента Республики Беларусь почалось с шостого Костричника, и увесь час контроль за его входом ожитивляли внутренние надзиральники, а тому ситуацию на участках ведусь добро, и выводы робить ответные. Выборы проходят прекрасно, организация чёткая, избиратели довольны, уходят с улыбкой. Вот сегодня вообще здесь целый праздник. Всё проходит в соответствии с законодательством, с законом о выборах. Сочиня Гомельского облаконкама Владимир Дворник голосует на 26-м участку. После того, як выбор зроблен, и он сустракается с молодыми людьми, яке пришли на выборчай участки у першыню. Веншавание от имя областного ваконавчика комитета с пожаданием працевать на корысть Беларуси и сувениры на память по шпарты Гомельской области. Я, как и любой гражданин Республики Беларусь, согласно Конституции, и считаю своим долгом обязан пройти сегодня на выборы и отдать свой голос за будущее нашей Республики. Поэтому я с удовольствием сегодня пришёл на этот избирательный участок. Разум со старшинёй облаконкама на участок приходит и первый вице-премьер Владимир Семашко. Кажет, что проголосовал Угнинску до Терминова, а на Гомичне знаходится с рабочим визитом, знайомится с годом быдовництва и реконструкции буйных промысловых объектов. Сегодня экономика краины сутыкнулась с пыльными проблемами, а лево ураде переконанных – это часовые тяжкости. Во вселяким разе у промыслового комплексу Беларуси неадредные перспективы. Кто-то, кто будет активным, кто будет создавать новые мощности, новое производство, осваивать новые продукты, работать над снижением себестоимости, значит, конкурентоспособности, тот после кризиса будет, так сказать, ещё лучше себя чувствовать. Поэтому я думаю, что кризис и рано или поздно заканчивается. Я так прогнозирую, что в мире такой прогноз есть, что где-нибудь в 2-е половина 2016 года, ну, в 2017 года наверняка кризис должен закончиться, и тогда, я думаю, будет определённый бум, бум, так сказать, вот активность в экономике. И Гомельская область, как никакая другая, это почувствует на себе.